И возвращаясь к брифингу в Генштабе, сегодня там рассказали о новом этапе испытания оружия следующего поколения, ракеты «Сармат». По словам начальника штаба Валерия Герасимова, тестовый запуск сейчас готовят на космодроме Плесецк. Это так называемые бросковые испытания. Отрабатывать будут начальную часть полета. Запуск, выход из шахты, старт маршрула двигателя. В общей сложности 50 задач. Как сообщается, ракета без боевой части уже на позиции. О разработке «Сармата» в ходе послания Федеральному собранию рассказал глава государства. По словам Владимира Пустина, ракета сможет преодолевать самые современные средства обороны, атаковать цели через северный и южный полюса. Но это только одна из нескольких технологий, призванных кратно повысить обороноспособность России. В числе других разработок ракета с ядерным двигателем, который, в отличие от обычной, может бесконечно долго маневрировать, оставаясь вне поля зрения радаров. Уже принят на боевое дежурство боевой лазер, способный буквально поджигать воздушные цели. На вооружении и гиперзвуковая система «Кинжал». Кадры учебного пуска Минобороны опубликовала на днях. Ракета, которая движется в несколько раз быстрее скорости звука, может поражать цели вплоть до авианосов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова